Проект «Народный стиль» — это проект не только одного национального объединения. Он сумел себя объединить в команду единомышленников разных национальностей. У нас сегодня в студии Микаэль Ахмедов, председатель Владимирской региональной молодежной организации «Азербайджанцев». Микаэль, откуда такая любовь к народному костюму? Наверное, все идет из детства, когда в юном возрасте я колесил по трем странам. Отец мне из Грузии, мама из Азербайджана, а сам я проживал, учился в школе в России. Так получилось, что я охватил эти три государства, три интересные культуры. А потом уже все идеи, наверное, уже в осознанном возрасте, в студенчестве, я начал участвовать в различных конференциях, в статьях научных, в различных мероприятиях. И уже зародилась вот эта идея, как бы сделать такую уникальную площадку, где бы я смог продемонстрировать такое наследие страны, что каждый человек мог бы протянуть руку и коснуться богатства нашего государства. То есть идея просто так не рождается? Нет, мне кажется, все идет из детства. Я любознательным ребенком был и, видя столько городов, столько культур, религий. И мне было это интересно, откуда это берется, почему вот элемент так выглядит, почему этот элемент выглядит именно этим образом, почему пошит так. Ну и традиция сама по себе – это интересная вещь. Можете ли назвать свой проект «Народный стиль» лабораторией? Наверное, да. Лаборатория, которая превратилась уже в некую, не знаю, глобальную площадку. Это уже не эксперимент, а это уже наследие. Чем отличается «Народный стиль» сегодня от того момента, когда он только еще вот поплатился, да? У нас уникальная коллекция, которую в Центральном федеральном округе никого не встретишь. 72 национальных костюма, собранных со всей Российской Федерации. Ну, наверное, мы выступаем только Этнографическим музеем Москвы и Санкт-Петербурга. Наравне с нами больше никого нет. Вот, наверное, это и есть уникальность – собрать такую уникальную коллекцию со всей страны. Как начинать такой проект? Как его двигать вперед? Нужна команда. Один в поле не воин. У меня мультикультурная команда такая. Идея, осознанность того, что мы делаем. И стремление только вперед. Без этого никак. Мне вот удалось собрать такой коллектив дружный и мультикультурный. Семь человек, которые смогли меня поддержать и двигать вперед. Что самого сложного считается в реализации такого масштабного проекта? Сложностей на самом деле очень много. Все зависит от того, как ты смотришь на эти сложности. В каждой сложности нужно видеть плюс. Вот есть отдаленные участки, где мы ездили, проводили свои выставки. Восприятие того, что мы говорим. Некоторым это чуждо, некоторые это забыли, некоторым это не нравится. Но нужно все так преподносить и видеть в этом во всем плюс. Сложности, конечно же, бывают. Как нас встретят, как провожают. Выбить участок, площадку, где это мы делать будем. Мы же все это делаем бесплатно. А сами понимаете, сейчас найти какую-нибудь бесплатную площадку для реализации своего проекта достаточно сложно и на таких огромных расстояниях. Микаэль, как вы считаете, почему ваш проект получил одобрение и поддержку? Нужна история. Хорошая история. Качество специалистов, качество и уникальность команды. Мы переживали еще в первый раз, когда выигрывали. А уже пошло по накатанной. Но, наверное, скажу такую важную вещь, и хотел бы поделиться этим опытом. Каждый раз, когда берешь и пишешь новый проект, и подаешь новый проект, нужно начинать себя оценивать с чистого листа, без всякой истории. Относиться к тому, что можно разлететься в пух и прах. Былые заслуги здесь ни при чем. Поэтому только вот такая уверенность в работе, написанной по новой, с чистого листа, дает нам силу того, что мы выиграем вновь. Здесь все-таки сильнее идеи для некоммерческой организации, либо сильнее идеи национального объединения. Нужно умение правильной подачи идеи. Если идея потрясающая, но подана или преподнесена неверно, не в приятной обложке, то она рискует быть неодобренной. Поэтому, помимо того, что есть прекрасные идеи, нужно и подавать ее умело. Главное же не количество моделей у вас в костюме. Это же не главное. Нет, не главное. У нас многие заблуждаются и думают, что мы занимаемся национальным костюмом. На самом деле, наша главная задача – это не национальный костюм. Национальный костюм – это призма подачи культуры, чтобы тот или иной посетитель нашей выставки смог окунуться в ту самую идею культуры, традиции той или иной национальности нашей страны. А через нее, как раз через национальный костюм, это и есть призма подачи. Всегда ли удается вот эту сверхзадачу выдержать на всех выставках? Нет, не всегда. Каждая наша выставка – это у нас урок. Потому что у нас на выставки приходят профессионалы. Для маленьких, скромных городов, когда мы ездим, для них это событие, что приехала такая огромная площадка, вся страна на одной ладони. Естественно, мы слушаем их профессиональное мнение культурологов, музеологов, и они нам привносят новую нашу выставку. По завершению каждого урока всегда вставляются оценки. Вы себе ставите? Конечно. Я помню, когда у нас первая выставка была в Коврове, у нас огромное количество. Это лист минусов был просто бесконечен. Но уже следующий город, как Александров и Кольчугин, мы все переменили, все изменили. То есть посетители нас толкают вперед. Это динамика развития. Есть ли, несмотря на такую яркую палитру многонациональную, есть некие такие связующие, стержневые моменты, которые все это объединяют? Я ориентируюсь всегда на первоисточник. Я никогда не беру из своей головы что-либо. Что-то, когда я не досягаю или у меня не хватает информации, я спрашиваю у деятелей культуры, у представителей диаспор, национальных меньшинств. Все, что угодно, что является первоисточником. Ну и, естественно, наука. Книги, библиотеки. Не люблю брать информацию с потолка, вот кто-то так сказал, вот кто-то так сказал. Вот когда мы копали информацию про марийцев, одной из древнейших народностей, которая проживает на территории Российской Федерации, нам нужно было очень много информации. Естественно, я звонил первоисточникам, представителям диаспоры, которые мне передавали из уст в уста информацию, показали предметы быта. Иначе никак. А сами представители национальных объединений у нас во Владимире, частые гости вашей выставки? Да, я помню, они были у меня на дефиле, очень много представителей. Я их, ну, как еще преподаватель Владимирского госуниверситета, я их часто зову на круглые столы, мы общаемся. Ну, естественно, они иногда мне передают предметы быта на выставке, когда нам не хватает, что мы друг другу помогаем в этом плане. Ну, краса народа в земле Владимирской, я тоже помогал коллегам Абусу Хавкаевичу. Он мне многим помог в своих выставках. Вот так и дружимся вместе. Сколько времени нужно от создания проекта до его реализации? И от чего это зависит? От каких вам? Чтобы написать проект, качественно написать проект, около полугода идет на это все. Собираешь письма поддержки со всей области и других соседних областей. Собираешь команду, которая непосредственно будет помогать. Договариваешься непосредственно со СМИ, с площадками уникальными, выжидаешь эти очереди, отписки, письма, выжидаешь эти 30 дней, пока ответить на эти письма. Ну, где-то полгода идет на написание, максимальное. Ну, наверное, да, беру за максимум, чтобы написать один проект. А потом ожидание. Следующие 3-4 месяца и потом радость. А вот в этих постоянных путешествиях, да, выставка путешествует из одного района в другой, везде ли воспринимают ее так, как вам хотелось бы? В каждой области, в каждом городе есть своя специфика народности. Казалось бы, расстояние здесь 100 километров от Владимира, 150 километров, но специфика народа, восприятие того или иного мероприятия совсем иная. И это тоже нужно брать в учет. Но когда мы приезжали, например, в Красную Горбатку, с такой радостью нас встретили, они такого никогда в жизни не видели. Когда профессиональные лекторы не просто привели и разложили эти монетельные с национальным костюмом и предметом быта, но еще рассказали. И причем мы это рассказывали с 9 утра до позднего вечера. Потому что мы делаем небольшие перерывы, кучка собирается, и мы уже ведем экскурсию. А у нас экскурсии были беспрерывные просто, в постоянной основе. Приезжая, например, в Кенишму или Переславль-Заревский, там специфика немножко иная. Отношение, даже количество состава этноса немножко иная. То есть люди уже знают о той или иной части или особенности той или иной национальности. То есть это тоже очень интересно. Где-то больше знают про центральную часть страны, а где-то про Дальний Восток. То есть специфика народности тоже интересна. Когда мы были в Якутии, мы их ничем не удивили народами севера, но удивили народами по Волжье. А когда я слетал в Лаос, первая наша международная поездка, так для них вообще все уникально было, да. Вот поэтому вот эта уникальность у нас дорогого стоит. Насколько сегодня богата география уже вашего проекта? 23 города мы объездили. Одно из них государство Лаос, столица Вильянтиян. И вот это, наверное, очень достойно, я считаю. 23 города – это очень достойно. Но всю область нашу я все объездил. Не было такой точки, где бы я ни был. Была ли такая ситуация, когда приходилось заявлять о себе и доказывать? Да, конечно. Ну, думают, ну, я не буду называть некоторые места, где мы были. Да вы кто такие, что, как. У нас есть свой музей и что-нибудь там подобное. Я говорю, мы не являемся вашими конкурентами. Мы делаем это на благо народу. Вот когда мы приезжали, первый раз грант выглядела, вы кто, что, как, что. А когда мы уже четвертый грант, приедьте, пожалуйста, к нам. И в наше село, и в наш город. То есть, будучи, например, в Покрове, там, не знаю, в других городах. Александр Ильич Кольчугин, там были представители других городов. Назвали вот в эти города. Уже завод записывают. А сегодня вы получили новый грант. Все в продолжении этого большого дела. А будет ли он отличаться уже по масштабу, по задачам от предыдущих? Да, масштаб у нас уже немножко иной. Из названия уже у нас не центральный федеральный округ, а уже и центральный, и полуостров. Десять городов в течение десяти месяцев мы поедем еще в Костромскую, Нижегородскую область, Республика Чувашия и Республика Мариэл. Еще охватим шесть городов Владимирской области. Но помимо этого у нас была уникальная игра, это натур называется, со школьниками города Владимира, который мы проводили в Кванториуме. Теперь мы решили в малые города их перевести. Эти игры, и нас поддержали вот шесть маленьких городов и сел, которые мы посетим и будем проводить эти игры. С ребятами, это будет очень уникально, им будет очень интересно. Мы будем приезжать даже в селы, будем рассказывать и проводить эти игры. В чем суть? Мы в одной игре охватываем, вот такое как бы, игра наподобие Блицкрига, что где когда, когда мы охватываем, вопрос не касается какой-то там науки, а касается обычной культуры народов страны. И традиций. И вот посмотрим, у кого лучше знания. Что бы вы пожелали тем, кто еще только на пороге своего главного проекта в жизни, главного стартапа? Дерзать, не бояться, попробовать. Самое главное попробовать. Чтобы не потом сидеть, да вот, да кого, да ну. Нужно пробовать. Отказ можно получить в любой момент. Еще страшно. Так и должно быть иногда в некоторых случаях. Потому что этот человек окрепчает его идею и заставляет его двигаться еще сильнее. Например, чтобы выиграть в Олимпиаде, не нужно вставать, там, не знаю, даже, чтобы подготовиться к Олимпиаде, побегу, например. Я бы не вставал рядом со слабым соперником. Нужно вставать со сильными соперниками, чтобы тренировать себя. И только идти вперед, иначе никак. Я тоже начинал с нуля. Мне же ничего не было. Но мой проект... А вам зачем эта Олимпиада? Наверное, я борюсь за идею. Это очень важно для меня. Здесь не важен сам проект, как идея. Это из-за уста в уста, из города в город. Я доказываю, что мы одна, единая страна. У нас одна огромная, интереснейшая, уникальная культура, которой идей в мире нет. Ну, представьте себе страну, в которой 192 национальности проживают. Где и Азия, и Европа. Где север-юг, и народ отличается вовсе друг от друга. Это уникальная страна. Где такое еще можно увидеть? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин